Этот мастер-класс должна была проводить Алинка, но так как она осталась в Запорожье, мы планировали приехать еще всей группой. В связи с тем, что моему сыну всего 5 месяцев, и мы поехали в Крым, дорога была достаточно для него веселой. Точнее, я понял, что я это не выдержу второй раз, и он сказал, что он останется. Я ему поверю. Поэтому этот мастер-класс я буду проводить с большим удовольствием. Тема симптома очень важна, так как мы рассматриваем в системном моделировании симптом как проявление некого смысла. И когда этот смысл определяется, когда он проявляется, и мы можем прочитать этот смысл, то этот же результат мы можем получать и без симптома. И тогда можно переформатировать или переписать, изменить связь, для того, чтобы мы не... Скажем... Сейчас... Для того, чтобы жить не с симптомом, а выполнять эту функцию, которую мы выполняем через симптом. Как... Ну, я бы сказал так. Чтобы наша жизнь... Чтобы мы имели возможность в жизни реализовать нечто, этот смысл, иначе, чем мы реализуем его через симптом. Симптом как отдельно структура, которая реализована через функцию. Я сейчас попытаюсь не очень путанно... Мы рассматриваем человека как систему связи, которая объединяет некое множество вокруг себя. И удерживает это множество через связи. И связи реализованы как некая функция, правильная функция для человека. Правильно я беру кавычки. Поэтому... Я легче вам объяснить на примере и на практической работе. Бывает, люди очень много... Вот на прошлом у нас осенью был системный фристайл здесь, после Альфа-феста, да. И девушка подошла с запросом, они несколько лет, 5 или 7, с мужем, пытаются создать ребенка, родить ребенка, да. И у них не получалось. И когда мы посмотрели, почему мы рассматривали это как симптом, как то, к чему стремится человек, и почему это не получалось у нее. Точнее, получалось не иметь ребенка. Когда я приехал в Киев уже на семинар, через, наверное, в январе, да, то мои друзья, организаторы здесь сказали, помните эту девочку? Я говорю, честно говоря, не очень. Не помню, что делает она. Так вот, она беременна. Я говорю, я рад. Но у нее есть запрос. Какой может быть запрос, когда уже все сделано? Я очень люблю делать детей методом системного моделирования. Получается. А запрос, говорит, такой. Она просила ребенка. Просила. Есть? Есть. Но у нее теперь вопросы. У нее двое. Я говорю, это претензии. Поэтому, если у вас что-то получится больше, чем вы ожидаете, претензии не принимаются. Я сразу хочу предупредить вас об этом. Итак, я сейчас покажу, и мы попробуем поработать. Я хочу, чтобы вы немножко почувствовали, что это такое «все». То есть, я не буду много раз говорить в теории. Я хочу, чтобы, кроме того, что я буду делать большие работы для кого-то из вас, я хочу, чтобы вы еще успели поработать все. Абсолютно все. И увидеть свой симптом, как некую общую функцию. В системном моделировании мы рассматриваем процесс через трехпозиционное описание. То есть, что это означает? Важно только объект, как объект множества определенной категории. То есть, это может быть симптом, это может быть деньги, это может быть проект, это может быть счастье. Я не знаю, можете назвать объектом, что, все что угодно. Хотите кармы, хотите планетами, можно делать астрологическую работу, карты Таро. Планов были? То есть, пошли вчера, да, решили? Не, ну, если получится, то сегодня. Абсолютно не важно, что будет подразумеваться под множеством. Все равно это будет проявление человека, как его мысли. Второй момент. Очень важно состояние. Состояние, вот трехпозиционное описание. Объект, связь, состояние. Состояние, как некое значение. То, что на самом деле подразумевается под тем, что человек обозначил как... Вот сюда нельзя. Можно? Можно рядом? Да, пожалуйста, я буду. Да. И функцию, которую выполняет связь. И тогда в системе все становится сразу быстро, четко и понятно. Например, у кого есть симптомы? Аластомикин? Обычно поднимает вся группа. Чего тогда всегда есть. Не может его не есть. Да. Поэтому... Ну... Я даже... Вот на самом содержании симптомы рассказывать не надо. Хорошо? А то некоторые сейчас начнут с медицинской точки зрения подходить, и мы точно запутаемся. Поэтому... Можно, да? По имя? Я. 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 или это будет симптом не говори я тебя назначила и выбери второй я тебя назначила хорошо у нас есть два объекта я попрошу все это пространство принадлежит только им и мне важно для от заместителей важно только два аспекта информации то есть что они чувствуют какое состояние какая эмоция когда они находятся на этом месте и что они чувствуют по отношению друг к другу если такие чувства есть это связь любой другой информации не нужно она избыточна она будет информация не о системе она будет о внутреннем состоянии точнее о мыслях о том что думают люди нам это не надо иначе это все искажают что здесь не видно трясутся от губы хочется отойти от этого подальше но этот объект расфокусирован у меня тревога тревога и внимание здесь тревога внимание куда-то а здесь обидно не хочется на это смотреть обидно до слез итак я для себя только уточню это тоже понятно ну лена тут меня хорошо нет мы можем продолжить тут уже перерастать дальше тут уже функция очень простая а я понял хорошо вот сюда есть два варианта развития событий но дело в том что эта точка внимания здесь тревога и внимание сюда здесь же проявления как чувства меня на меня не обращают внимание мне обидно и я не хочу это видеть но на самом деле тут у нас оказался симптом немножко по другому понят я не я я не я хочу сказать что на физике симптом проявляется тогда когда когда то есть вот эта проекция вот таких отношений она проявится и на физическом плане я могу даже сказать где это это если это сейчас не решается то это будет каждый раз можно увидеть что это будет на физике вот из этих взаимоотношений теперь у нас есть вариант или мы переведем это в эту точку или мы могли поставить еще одно один объект как тот который существует для вот этого объекта что здесь интерес как свободнее стало еще ничего нет нет здесь радость интерес меня с высока меня заметили я могу открыть так да я могу то что задекларировала лена на самом деле был вопрос не о физическом симптоме а вопрос отношений то есть у меня не складывается отношение с мужской половиной человечества но самое прикольное что я верну ну тут уже пойдет работа другая вот вот попытка быть важной и значимой для кого то кто на нее не обращает внимание кто здесь ну грузы что здесь ну горло и раз уедет как сжимает чувство волнения можно громче горло груди сжимает и волнение вот на грудь и что ты чувствуешь когда давят на грудь горло то какие эмоции радость это да это радость что здесь интерес интересно очень внимательно круто хорошо мы можем перевести это на семейную систему очень легко и просто потому что проекция семьи это то что вам будет понятно на самом деле это не важно для работы даже наоборот это сужает рамки но у меня вопрос что с первой любовью твоего отца он расстался почему ну проблема неизвестна она была недовольна она была недовольна но самое интересное когда лена пытается стать на место этой женщины и тогда превосходство и тогда должны быть те мужчины в своем окружении только те мужчины кто не поднимается кто ведет кто ведет себя как дети слабые есть такой интересный вопрос две женщины между собой говорят я не понимаю что женщины находили в мужчинах раньше когда это раньше а тогда когда не было машин и денег все время обижены может быть почему они тебя обижают потому что ты находишь только тех что здесь хорошо а теперь следующий прием если бы мы попросили Лену то мы бы опять создали бы пространство где она бы находила проекцию отца и тех же мужчин которые были бы проблемой и все время обижаться мы оставляем эту связь потому что вот здесь попытка сказать о том что у меня не складываются отношения с мужчинами на самом деле я пытаюсь быть той женщиной которая бросила или которая выгнала отца но это не ее место и она всегда находит тех кто обижает ее своим поведением и она обижается и расстается попытка реализовать связь в которой ей нет места если бы я сейчас попросил Лену выбрать другого мужчину то мы бы получили картину скажем где она бы выбрала то что уже выбирала поэтому вот здесь я прошу это сделать заместителя ее выбрать того что было бы ведь я наилучшим опытом а вас я попросил посмотреть вот на друга они очень медлены глядя в глаза друг в друга связь должна быть завершена для того чтобы она завершилась сюда не надо здесь сейчас идет два слоя две параллельных работы создание новой связи и завершение этой для того чтобы она могла создавать некие новые соотношения необходимо чтобы завершилось то где она участвовала мы можем поставить ее сюда и завершить как бы вот за ту женщину чтобы она завершилась ну что когда не убаешь у тебя таковы как выражение так когда ты уже обиделась еще до того как встретилась я от этого улыбаюсь я от этого улыбаюсь ты единственная женщина которая Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, когда додевайте, чтобы человек смотрел, иначе он опять возвращается и связь не завершается. Спасибо. 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 Покажи отсюда. Я тебя завидую. Я тебя так люблю. Смысл любви для Лены и отношений очень странный. Если тебя любят, то надо быть обиженным и одиночеством. Надо, чтобы тебя было. Надо и тебе бросать. Как папу. Ту, которую он любит, его вылюбят. Вот такая на самом деле для нее любовь. Она перевернута. На самом деле это ее смысл любви и она его реализовывала. Красный час. Не то здесь. Вы можете делать все, что хотите. Спокойно. Хорошо. Что здесь? Вау. И что здесь? Господи, мы получили другую правильность. Это то, что Анечка выложила на ютубе. Есть такой ролик «Порядок перемен». Эти отношения, когда женщина обижена и мужчина уходит, появляется и так далее. Теперь появилась другая. Другой этап. Отношения симметричные, но полярные. То есть теперь он спокойный, как дерево. Довольный. Ухаживаете за мной. Там была женщина, которая забыла это. А он пил и не ухаживал. А теперь появляется мужчина, вокруг которого не знает, как его бедного обласкать, чтобы он был доволен. Может массажем сделать, покормить, попоить. А это будет такой вот, ну делайте для меня еще что-то. Нам это не подходит. Это следующий этап. Это следующий из человека, которого ты встретишь. Очень важно, чтобы она не застряла в этих отношениях. То есть, тогда, если она не будет гоняться за таким, а он будет себя вести и так. Она обязательно не последует. Это следующий этап. Но, надо отметить, что, о, попался, все. И пойти дальше. Проблема в системе всегда не в том, что у вас происходит, а в том, где вы остановились. Ну, кто-то стоит в детской области, кто-то юношеской. Еще одного, следующего. Спасибо. Спасибо. Ты научил меня? Молошу. Забыть у меня научить. А теперь я знаю? Я знаю. Какой я буду думать? Пойдем с вами. Я так буду заботиться. Какая-то забота жарила. Моему ученику тоже. По моему ученику тоже. По моему ученику. Я так буду заботиться. Ну, ты господи. Ну, постой. Почувствуй его на ощупь, чтобы не пропустить. Я так буду заботиться. Не заботиться. Все. Хочу, чтобы он попал. Что здесь? Опа. А вот это настоящая любовь. В том смысле, что мужчина всегда хвастается женщиной. Женщина рядом с ним, это тем, чем он может хвастаться. Если он не может ей хвастаться, он найдет другую. Которую может. Постоять. Вот это как раз момент, когда мы можем заказчика поставить на это место. Почувствуй, что вы гордяны. Почувствуй, что ты такая подлинная, ничего. Где-то вокруг кого-то. Не надо обижаться. Это очень трудно. Это другое средство несостоятельно. Это нет опущенных рук. Обиженные изначально. Просто почувствуй. Как здесь? Все спокойно. Виноваты. Виноваты. Скажи, я тебя выману. Я тебя выману. Ничего лучше не стало. Ничего лучше не стало. Ничего лучше не стало. Спасибо. Чела. Виноваты. Спасибо. Вenosи. ... Когда у тебя чувство вины по отношению к мужчина? я понимаю самое прикольное что это очень опасное чувство когда ты начинаешь когда-то манипулировать было и через создание те чувства вины можно было тебя добиваться любых удовлетворение любых моих приходить если бы я хотел этого это было бы очень теперь я тебя испортирую и решаю что ты делаешь историю Елены можно рассказать очень чётко взаимоотношения как последовательность теперь мы создали какую-то новую реальность где другой смысл отношений то есть мы завершили эту связь завершённая связь не она может так вести себя она может скажем попадать такие ситуации но она не будет здесь застревать вопрос не то что вы что-то куда-то попадаете вопрос там где вы застревали в обиде и в вине здесь или здесь совершенно другом состоянии где мы хотим сказать спасибо все Нет, не хочет. А я понимаю. А мы можем запросить. Сейчас она оторвется. Лена, как у тебя зрение? Нормально. Спасибо. Уже будет хорошо и дальше. Потому что вот этот, когда заместитель чувствует, для меня картина растущая, я не хочу это видеть, то это тот момент, когда, если это будет продолжаться, и она будет постарше, то это будет приводить к тому, что у нее начнут процессы нарушения на физике созрения. Мы могли это увидеть немножко иначе. Все сразу. И, ну, это последнее совершенно соединение, может быть, ну не соединение, а то, что мы в развитии системного моделирования. Мы всегда ищем, как можно этому научить, как это делать. И у нас заканчивается такой последний поток, четвертый, да? Вот мы решили, что мы остановимся на четвертом потоке. Больше мы не хотим учить системного моделирования. Уже порядка 250 человек существует, которые это умеют. Поэтому на территории России, Украины, Белоруссии. Поэтому мы думаем этого достаточно. Сейчас мы будем сосредотачиваться на орг, на бизнес в работе, потому что это очень интересно. Я на товаре показывал буквально, что такое взрывы в Днепропетровске. Мы в товаре проводили. Ой, на товаре, да? Мы участвовали как раз в тот момент, когда мы вышли из мастер-класса, там позвонили друзья, сказали, там, Днепропетровск взорвали, туда-сюда. И мы на следующий день посмотрели, что же это такое, как событие. Оказалось, что это с нашей точки зрения, когда мы смоделировали этот момент, то это событие всего-навсего реакция человека. Это не политика, это не терроризм. Это просто единственный экземпляр, такими... Ну да, можно даже его портрет было нарисовать. Самое интересное, что подтверждение этого пришло, когда человек, который участвовал в этом, точнее, наблюдал, он со своими коллегами на ССБУ пообщался, он там работал. Все очень удивились, когда я рассказал, как вы это нашли и как это было быстро сделано в течение 15 минут. Они были поражены, потому что к такому выводу они пришли после дни. Хорошая оперативная работа. Моделировать можно любую ситуацию. И вот этот вопрос можно было посмотреть совершенно иначе. Немножко Лена нас сбила. Я хотел показать вам, чтобы вы сейчас в упражнении сделали работу с симптомами. Работа с симптомами? Упражнения. Упражнения. Возможно. Мы могли сделать эту работу иначе. Я сейчас вам покажу, как это сделать чуть-чуть по-другому. Ну, не с тобой уже, наверное, да? Сейчас процесс уже... Вот здесь была... Спасибо, Леночка. Можно, да? Я просто... Когда заместители попадают... Заместители никогда не выбирают из всего зала, да? Хочу обратить ваше внимание. Заместители никогда не выбирают случайно. Из всего множество людей выбирают только тех, кто связан системно с функциями, внесет это состояние для системы Лены. Вот для системы заказчика. То есть, если там вас выбирают, и вы переживаете очень, что-то резонируете на какую-то связь, то говорит о том, что нечто подобное существует в вашей системе, у вас как в системе множество. Поэтому... Катя. Катерина, да? А что вы делаете? А сказали, без беджек-то выгонять. Мне было указания. Я на себе поздно. Поздно. Поздно выгонять, да? Катя, что хотелось бы? Симптомы. Вот мы все-таки ближе к симптомам. Или нам все равно... Я на физиологическом уровне появился симптом. Только на уходе. Вот то, что я тебе говорил, она уже имеет. Самое парадоксальное. Не все вам надо знать. Лучше, когда группа не знает. Потому что тогда начинает думать. Тогда я сразу покажу другой вариант. Итак, я попрошу тебя. У нас, когда симптом, это есть некая категория множества. Ну, я использую эти слова с теорией множества. Они правильные. Можно просто говорить, что симптом связан некими функциями. Функциями связывает человека, точнее, человек через симптом создает, реализовывает некие функции в этом мире. Но так как симптом это объект, который находится всегда с нами, то эти функции, которые мы могли бы реализовывать через других людей, через другую сферу реализации, мы, раз их не можем, то мы реализовываем это на себе любимое. Ну, обычно симптомы могут изменяться, точнее, уходить. Даже вот очень такие жесткие вещи, когда вот мы работаем с онкологией. Один из моментов, очень сильно влияющих, это изменение внешней среды, где эти функции не могут быть реализованы. То есть изменение пространства, где вы проживаете, изменение сферы работы, изменение, вообще, причем резкого изменения. То, что должно быть, как бы, полярным для вас. То есть, если у вас классная работа, карьера, центр, столица, то лучше всего или вы умрете в этом замечательном, привычном, или вы уедете в село, в деревню, будете что-то ковыряться в земле, не будете таким известным, значит, у вас не будет ни компьютера, ни... Но зато вы будете жить. Ну, в принципе, так кардинально мы не идем. Поэтому я сейчас попрошу тебя выбрать пять человек. Пять человек и всех называть только одним словом. Назначать симптомами. Да, да, сразу назначать. Имя узнать и руки на плечи. Вот это классика. Я оставлюсь в лестнице вот такого назначения. Контакт глазами и назначить. Это обязательно. Потому что когда ты будешь, чтобы тем... Просто чувствуй, ничего не надо, никого не надо расставлять. За ручку. Все, кого назначили, просто чувствуйте то, что есть. Можете перемещаться. У меня просьба. Если уже отрисовалось пространство... Назначило? И у меня единственная просьба. Пожалуйста, не пересекай, когда уже... Обходи. Завестите. Да. Очень четко меняется состояние. Если вы заметили, я стараюсь проходить, обходить. Потому что, если я сейчас хересеку, у них состояние изменится. Если я сейчас начну проходить. Меня всегда удивляло, почему люди так долго выбираются в лестнице. На самом деле, можно брать подряд. И все. Вот, по каким принципам. По глазам. Просьба. Чувствовать то, что чувствуем. На том месте, где вы находитесь. Вы можете свободно перемещаться. Но очень медленно. Последовать со своими состояниями. Хорошо. Или мы ничего не чувствуем, или мы не следуем. Абсолютно. Вот здесь включается аутопоездная работа. Я всегда использую ее, потому что я рекомендую заместителям найти то место, где они будут чувствовать. Проявлять свои чувства, эмоции более сильно. Но делать это всегда медленно. Потому что, если человек чувствует, то он за этим будет следовать. Его что-то будет вести. Если он думает, то он будет бегать. Я пошел туда. Я хочу сюда. Что здесь? Ну, я изначально сюда пришла. Как-то изменила. Я чувствую себя хорошо, но вообще ужасно. Я вся пульсирую вот так вот. И вот здесь очень болит. И в животе болит. Только иногда вопухоль начинается. Катюша, присядь. Ну, я вот чувствую, знаете, как вот, что когда вопухоли, вот я вот, она вот так вот. Хорошо. Есть какие-то отношения к другим объектам? Что за чувства? Левую сторону потянуло. Это не чувство левую сторону потянуло. Можешь повернуться боком, если так. Что ты чувствуешь туда? Вот это время уходит на пытку заместителей. Потому что меня интересуют только две вещи. Состояние в этом месте. И у нее что-то пульсирует. Ее как вот. Вот она чувствует себя хорошо, но ужасно. Я хочу все на этом месте. Хорошо на этом месте, но уж очень пульсируется. А вот это состояние. А теперь есть еще связь. Отношение с другими объектами. И его, как она сказала, нет. Только вот с каким-то этим... Что здесь угадали? Ну, мне кажется, что если бы она была ближе, мне бы было легче. Такого чувства нет. Нет. И когда она далеко, а тебе кажется, если бы она была ближе, тебе было бы легче, то что ты чувствуешь, когда ты так далеко? Отстраненность. И когда ты чувствуешь отстраненность? То что ты чувствуешь? То, что ты назвала отстраненностью? Зиночество. О! Ну, 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 все просто очень. Есть восемь эмоциональных программ. Они конкретные, четкие. И у каждой из них, у каждой эмоции есть незавершенность. Эмоция вообще, по-моему, с латыни переводится как действие. И любая эмоция должна быть завершена действием. Тем действием для чего, точнее, что она, какую программу она должна быть вновлен. Как эмоция агрессии, как разрушение. Но если мы сдерживаем это разрушение, то мы разрушаем себя. Лучше уж пойти и чего-нибудь, дрова порубить. Одиночество. А кто здесь? Здесь как-то только на правом месте. Эта сторона засемнилась, вес-то она маленькая. Оживалась. И вообще не так разворачивая, вес-то на эти коры. Вот и последуют за этим ощущениями. Это не ущерб. Я слышала, что это не ущерб. Просто последуют за этим ощущениями. Это было видно и чувствовалось в самом начале. Отношения к тем-то другим объектам. Этих двух нету, а вот эти есть. Туда хочется и под ноги залезть, и там сесть. Если хочется залезть и сесть, то залезь и садись. Мне ничего не надо. Это как-то не это такое. Да ладно. Что здесь? Холод. И когда холод, нет такого чувства. Это на физике. Какая эмоция идет, когда холод и вот отсюда арт до коленок. И когда качает? Неуверенность. И когда неуверенность и стабилизм. Что ты чувствуешь? И когда ты не можешь сосредоточиться, неуверенность и нестабильность. Какая эмоция? Что это? Радость? Восхищение? Страна. Я спрашиваю только для заказчика. Я спрашиваю для вас. Потому что, если вы занимаетесь этим, то вы чувствуете каждого. Я опросы провожу только для того, чтобы сложить эту систему. Я могу это почувствовать и там. И могу почувствовать это стоя здесь. Зайдя в это поле. Но я хочу, чтобы это было озвучено. Потому что, если я буду складывать это для себя в середине, то это будет... Заказчик не услышит смысл. У него не произойдет процесс трансформации. Здесь вообще нарисовывается очень прикольная история. Можем вообще спросить про мамину историю? Хотите, да? Что, когда мама вышла замуж? По сколько лет? Что было до замуж? Было ли с кем-то отношения, которые закончились очень плохо? Она встречалась с парнем, да? Я вижу по отношению, чувствую, а я не знаю, что там... Я не имею в виду, что случилось. Потому что вот это... Есть некий объект, который переживает. Есть абортирование, скорее всего. Или наоборот, закончилось выкидышем. И есть тот, кто боится этих отношений. И спросил, узнал о том, что... Она беременна. Все было хорошо до тех пор, пока она не сказала, я как в мексиканском сериале, я уже вот женись. А вот тут наступил страз, ответственности. И все, все опустилось у ведного. Стало нехорошо. И сразу же там реакция брошена. И множество. Что папа хотел, чтобы мама... Жениться на маме. Мама все время, пока не страдает, не погоди. И тем, что он взял отрыв, чтобы она забеременела. И у нее не было возможности... Это другая ситуация. Я теперь спросил бы. А где была, у кого была история, где беременность наоборот позволила уйти? Я не знаю. Потому что должна быть ситуация симметричная, но полярная. В каждом следующем отношении симметричная, но полярная. Хорошо. Хорошо. Что здесь? Спасибо. Вот такая самая главная точка, точка напряжения, которая удерживает все пространство. И сумма симптома складывается на 1-2 раз. Если я не буду иметь этот симптом, то тогда я забеременею, потеряю, буду одной. И мне будет себя жалко. Вот эти все состояния, это ее состояние, которое удерживает симптомы. Поэтому, то, что она сейчас проявляется как симптом, это невозможность иметь полноценную симптом. Она так это назвала. На физике это выражается в проблемах лениковых. Конечно, она сейчас проявляется. Просьба. Что здесь? Очень много всего. Не знаю, я чувствую, как будет. Понимаю, что это что-то мое, но не могу даже притронуться. Ну, отстранилась. Хочется, что мне объяснили? Нет, нет. Как-то так. Скажи, судя, ребенок делает женщину неслободной. Делает женщину неслободной. Если ты родишься, это уже навсегда. Твой парень, может быть, это нечестно, но твой парень себя больше, чем ты его. Если ты не уверен в своих чувствах к нему, то ты не хочешь поговорить. Ты не хочешь поговорить? Тихо уже идти. Что здесь? можно двигаться я если есть желание двигаться вы можете продолжать это все время не обращайте внимания еще одна функция защита от боли защита от потерь страх иметь потому что потеряет когда не имеешь не потеряешь добр хрущение я больше боюсь потерь терять самое страшное когда ничего не имеешь когда ничего не теряешь смотри 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 ты шум и ты шум Абсолютно никогда не жалейте и не сочувствуйте. Иначе вы попадаете, и вы не можете с этим работать. Тут надо время. Мужчинам проще. Ты знаешь об этом? Да. Они всегда после зекса выступают в чувство апатии. Они даже не думают о зексе. Мы не думаем, что нам будет неинтересно потом. Мы думаем, как нам будет интересно. Но если я не попробую? Если я не попробую? Если я не знаю, как это? Не обязательно. Не обязательно. Когда-то? Я обязательно когда-то. Все потеряю. Все потеряю. Я просто все оставлю. Я просто все оставлю и умру. Когда? Когда-то. Лет в девяностое. Лет в девяностое. Что это? Я хочу тебе сказать, что если ты не выпила имку водки, то сколько ты бы не выпила поток, это не выпитая рюмка так и останется не выпитой. Примеры для речи очень сложные. Как видите? Сейчас. Хорошо. Вот. А приместители еще обладают способностью о ней рассказывать, как было в начале, как будет потом и так далее, и так далее. Пожалуйста. Опять же, это не важно. Потому что, когда человек говорит, вот когда я там стоял, это было, я чувствовал одно, потом вот я пошел туда, чувствовал другое, потом там. Это все воспоминания, это уже мысли. Заместитель правды говорит только в том месте и в настоящем, в том, что здесь и сейчас. А не даже две минуты, пять минут назад. Кто здесь? Хочется защищать. Хорошо. И мне очень нравится, когда защищается. Хочется защищать. Хочется защищать. Хочется защищать. Кажется, что что-то было, вроде как начинает информализоваться. Но может, что еще раз. Сейчас, сейчас, сейчас. Скажи, пожалуйста, как отношение твоего парня с твоей мамой? Болезнь на помощь. У меня просьба. Очень аккуратно. У тебя достаточно самостоятельный молодой человек. Он не любит, чтобы его пространство, ваше пространство, кто-то вмешивается. А в связи с тем, что твоя мама достаточно должна быть решительным человеком, и все делать по-своему. Вот да. Вот да. Я прошу, чтобы она не вмешивается. То есть, вот ты не должна пускать. А теперь я завершу динамику. Я поставлю просто вот сюда. Как здесь? Как здесь? Как-то странно. Скажи, все будет. Как ты захочешь. Как ты захочешь. И могу сказать, что... Вот как раз... А призницы у вас в роду как? Были. Были. Так вот у тебя угроза. Это счастье. У тебя угроза иметь это счастье. Сразу. Очень надежно. Очень надежно. И все будет по твоему. Все будет по твоему. Моей семье должно быть все поможем. Мои дети должны должны быть. Как-то маму. Радость. Радость. Что мама будет так уходит. Хорошо. Как здесь? Не надо никуда уходить. Подвижить. Не длинная оплата. Вот еще чуть-чуть только. Как сейчас? Ну, такое чувство, что уже пропала жалость. С ним как-то идентифицировалось. С тобой? С тобой? Я ничего не потеряю. Я ничего не потеряю. Мы только преодолеваем. Мы только преодолеваем. Мы не надо меня жать. Дети преодолеваем. Дети преодолеваем. Дети преодолеваем. Симптом складывался из того, что я должна меня дожить. Я должна чувствовать одиночество. Я должна переживать страх иметь ребенка. Все эти состояния, это ее состояние, из которых поддерживался симптом, чтобы не иметь полноценных отношений, чтобы не иметь возможность пережить потери. От сексуальных отношений рождаются, появляются мужики. Да и не как дети. Совершенно неожиданно. Я поставлю здесь? Да. Когда мы заместителя возвращаем на одно из мест... Кстати, мы можем вернуть в любое место. Ну, самое взрослое, самое правильное для нее, но с моей точки зрения, то, чего извлекалось, это это место. Потому что это была одна из самых сильных точек, как полярность иметь ребенка и страх его потерять, и не иметь. Вот тут пережита потеря, как опыт, а это, как ее главная функция, иметь проблемы. Гинекология, чтобы не иметь дальнейших проблем. Это первичное. Поэтому мы больше работали с этой точкой. Как здесь? Как здесь? Как раз женщине должно что-то случаться, чтобы мужчина был значим. Да. Если б не было... Мужчины находят женщину, чтобы создавать себе проблемы. Чтобы решать и чувствовать себя героем. Хорошо. По поводу создания проблем ты мастер. Да, всегда было страшно. Можно. Есть кому решать. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо вам. Бросили. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Некоторые говорят... Можно там, нужно стряхнуть. Ну, можно садиться и все. Не надо. Ищи-ку. Да, сейчас, я вот, сейчас, еще, как-то я отвлекаюсь, вот есть цель. Да. Когда мы выбираем 5, мы должны выбрать 5 заместителей, вы уже предполагали сюжеты, что... Нет, абсолютно. Что они просормируются в любви, что вы говорите? Нет, абсолютно. Я просто знаю, что когда мы выбираем любые объекты, когда мы строим множество систем из любых категорий множеств, то мы получим состояние. Состояние каждого объекта и связь как функцию реализации этого состояния. Все. А какая сложится картина, я не знаю. Потому что если мы будем что-то думать, то тогда мы будем подгонять свои планы, свои идеи, мысли под то, что услышим, то, что увидим. То есть мы начнем читать текст. Вот, я бы сказал так. Каждый из объектов, который был выбран, это как буква. Если я хочу прочитать некое слово, которое я бы себе придумал заранее, то я буду тусовать эти буквы так, что обязательно это прочитаю. Но это не будет есть истинный текст смысла. Поэтому лучше читать в последовательности. Ну, в системе моделирования мы учим это делать, как некие алгоритмы. Алгоритмы сбора информации и дальше понимание, из чего это сложилось. Что сложилось из этого. Вот, на самом деле, опыт, мамин опыт, это то, что она берет. Но это не есть главное. Попытка свести это все к семейной системе очень четко, резко ограничивается. Скажем, мы можем говорить, спросить Катерину или просто вот задать ей вопрос о том, что у нее с работой. Как ты себя ведешь на работе? Ты просто исполнитель или пытаешься быть в активной роли? Ну, вот по-честному так. Тебе присуще то, что, как ты относишься к тому, что тобой руководят. Тебе легче быть подчиненным, чем руководителю. Если ты руководитель, то ты должна руководить теми, то достаточно, ну, скажем так, идет все по-честному. Где-то отдаетесь. Но рядом должен быть тот, кто будет принимать серьезные решения. Ты должна делать только то, что задано некими, ну, конкретными рамками, а вот серьезные прорывные решения делаешь не приятно. Это все видно. Я хочу сказать, что мы видим абсолютно симптом, он будет точно так же проявляться в других аспектах жизни. Но просто как симптом он становится как сумма, вот незавершенный динамик. Непонятно, да? То есть я хочу сказать, что мы в разных сферах проявляем ту же, те же стратегии. Удерживаем только другие будут объекты. Мы можем поставить работу и получим схожую картину. Мы можем пять элементов поставить работа. Пять элементов ее. Можно шесть. Просто количество элементов будет более детализованная картина. Можно один и два. То есть два объекта и все. Но тогда вам придется понять целый смысл. Не разбить ли на кусочки. Из двух состояний, из двух взаимосвязей. Это немножко сложнее, но, скажем, это высший билотаж. Это высший билотаж. Ну, мы начали первую работу, мы начали с этого. Вы видели, да? И множество стало делиться только... Есть то, что в свое время я на конгрессе показывал работу с одного человека. Работа без запроса. Когда просто выбирается один человек. Такая модель, она проявляет связи не по тому, как думает человек. Кто хотел попробовать? Можно вопрос задать? Да, давай, ну что, вопрос? Ну тогда два вопроса. Я субботу-воскресенье я в Киеве провожу семнат на системном моделировании. Два дня. Два дня. Как я могу подойти? Вот, это один, если не на этот вопрос. Задавать другие вопросы можно, остальное. Второй вопрос, то есть, когда человек видит такую визуальную пробуку симптома, он сам, ну, как бы, он не сам собой, конечно, решается, но это уже движение с какой-то одной точки, и его можно будет потом иметь гаментозно, и еще как-то он уходит. А вы знаете, парадокс заключается в том, что системное моделирование, расстановки, вот подобные, есть перестановки, есть, ну, называют люди очень по-разному. Наверное, это проявилось еще благодаря тому, что слово расстановки у нас, как его там, на него получено свидетельство. Московским институтом, консультирование системных решений, и Михаил Бурняшев говорит, что это слово, на которое только он имеет право, или только, ну, поэтому люди уходят от этого. Я, честно говоря, придумаю перестановки, передумаю еще какие-то там слова, кармические расстановки, астрологические, именные, ну, есть. Меня заставили системное моделирование, меня заставили, скажем так, назвать, почему, как заставили, обстоятельства. Мы когда разворачивали то, что я делаю, мне начали говорить, это не расстановки в классическом виде. Да я не претендовал никогда, я думал, что развитие метода, оно естественное. И когда его законсервировали, по крайней мере у нас в стране, законсервировали в том виде, в каком его увидели, меня это, честно говоря, удивляет. Это примерно говорит о том, что давайте вернемся к истокам, будем ездить дальше на лошадях, на валах, а с машинами мы все отодвигаем. Есть очень четкое понимание, что, понимаете, психологи создали расстановку, как метод, да, он появился в среде психологической семьи. Но на самом деле этот метод, он имеет четкость. И он становится, я думаю, что перспективы его развития, это когда математик, который знает классно теорию категорий и знает психологию, появится человек, который сможет синтезировать это в одно пространство. Я могу быть, ну, немножко где-то так, немножко, но если был бы человек, который четко владеет, скажем, двумя пространствами, это был бы бомбовый синтез, когда можно развесовать, когда можно прочитать функции, когда можно расписать это, практически превратить в форму. Это то, что пугает психолога. Легче говорить о неких, вот здесь большая сила, и мы дальше не можем двигаться, двигаться, мы остановим систему в этой точке. К этому мы не имеем права прикасаться. Я когда слышу эти вещи, я не понимаю. Если вот к этому уже развернулась система, то чего мы себя начинаем пугать? Потому что видно-то все, практически все. Если вы не умеете это прочитать, это не значит, что книга тупая. Ну, посмотрите, представляете, букву алфавит другой. Может быть, вы нигде слова складываете. Что не делаю, все складывается одно и то же слово. Может быть, вам просто выучить словарный запас плохой. Ну, это я, это, я скажем, мы проводим летом как раз вот конференцию по системному моделированию, по расстановкам в городе Запорожье. Она как-то совпала с Киевской, но так как мы объявили о своей намного раньше, это вторая конференция. Первая была два года назад. Это абсолютно пространство, где мы не ограничиваем ничем, ни себе, ни, ни, ну, там нет правил. Потому что у каждого человека есть какие-то системные подходы. И мы как раз собираем людей, которые не пытаются, которые хотят показать нечто, как свое мастерство, как подарок мастера. Ну, такое название в конференции. И обмен идеями, потому что метод безумно силен, с моей точки зрения. Мы находимся только в начале. Моё мнение. Да. Светлого вопроса. Вы смотрите, метод очень пристроительный. Есть. Углуклейка не приойдет к тому, что он перестанет быть пристроительным, а нам перестанет быть пристроительным, более пристроительным и менее понятным. Правда. Скажем так, вопрос понимания заказчиком того, что он видит, это вопрос трансляции ведущего. Но если он будет видеть глубину, тогда он просто переводит это на язык заказчика. Он, это расширяет, это, скажем, уровень ведущего должен, он должен уметь эту глубину увидеть и донести всю полноту языком понятным заказчикам. Но, с другой стороны, когда мы делали работу с такими тяжелыми симптомами, я не медик, поэтому с ними название меня не интересует. Скажем, из Астраха они приехали, бабушка и мы, ребенка не было, внучки не было. Задержка в развитии, ребенку уже 7 лет, девочка весит как 5-летняя, 3-летняя, я не помню там. Она практически не ходит, практически не разговаривает, там руки издает. Честно говоря, мы не анализируем эти вещи, почему они там, на каком уровне, на генетическом, что там было, как, родовая травма, я не знаю. Но когда мы развернули систему, мы не лечили человека. Просто, когда вы меняете связи, трансформируется что-то в этом пространстве. И они, хотя до этого они там 6 лет ее лечили, безрезультатно, после этого стали появляться специалисты, методики. И через полгода эта девочка и вес, и речь, и движение, она стала догонять свой уровень очень быстрыми темпами. Еще раз повторяю, ни расстановка, ни моделирование, это мы не лечим. Вот хочу, чтобы вы это понимали. Только когда завершаются связи, те, которые удерживали симптом его значимости, то что-то происходит. Появляются нужные люди, появляется нужное пространство, появляется и лекарства, которые до этого применяли, они не действовали. Но вдруг начинает чудесным образом работать таблетка аспирина, я не знаю. Я об этом. Поэтому вот опасения правильные, но с другой стороны, должен расти все время уровень того, кто проводит работу. Потому что работа ведется на трех уровнях. Точнее, есть три. Это заказчик, это ведущий, и как заместитель пространства, это инструмент. И все. В связи с тем, что человек, согласно теории Коделя, находится как объект внутри системы, то он не может найти решение. Он его не видит, он внутри системы. Я не делаю работы для себя. Я прошу Аню, если мне что-то надо. Потому что если я буду делать это себя, я, находясь в этой системе, буду подгонять это под себя. И все связи буду подгонять под то, что мне такое. Что я там думал в себе, да, изначально. Я? Может, это не так плохо? Ну, скажем так, вот я объясню. Я? Я? Нет, я отвечу, я немножко отвечу на этот вопрос. Есть такой метод, когда можно делать работу для себя, все время усиливая проблемное пространство. Когда вы делаете то, что вы всегда делаете, вы будете усиливать это проблемное пространство, и проблема будет возрастать. Есть такой метод, довести все до пика, и тогда все взорвется. Если вы выживете, то нормально. Перемены точно будут. Я обычно очень такой экстремальный, но я бы, я никому трое хотел спросить. Вот смотри, вот, ну, грубо говоря, что вот три, вот у меня две руки. Естественно, я могу взять два предмета, да. Однорукий человек, к примеру, возьмет только один предмет. Ну, то есть, у каждого есть какие-то индивидуальные особенности, способности, и соответственно. Ну, опять же, чисто технологически. Да, ну, еще вопросы. Ну, получается так, что можно... Ну, так сколько используют именно их? Да мы используем то, что проявляется. В системном моделировании мы не разбираемся, почему и какая структура этого объекта. Мы смотрим взаимодействие и процесс постоянной трансформации, процесс перемен. И когда мы это все видим, то мы можем изменить связь так, чтобы процесс перемен, удерживающий это пространство, изменился настолько, что пространство рассыпается. Оно трансформируется... Вот вы видели, да? Как тут появилось? Был круг, который удерживался в определенном... Можно было в центр поставить просто смысл. И когда пошло поляризация сразу, разделение, но была возможность иметь семью в этой точке, и была возможность не иметь, благодаря некоей проблеме. Это все четко разделилось. Когда мы завершили здесь, то это пространство схлопнуло. Все. Ну, если будет одного ребенка, можно назвать Александром, так. Я обещал. У нас же есть время, да? Мало. Когда мы сейчас... Я покажу еще один вид работы, да? Без запроса. Я обещал. Вот. Ну, мне, чтобы не объяснять, заместитель его. Кто хочет попробовать на себе? Ва! Ва! А может... Да и не хочу, я себе. Что? Кто может? Нет, я хотела... Я хотела... Я хотела попросить меня просто здесь подруга. Он приехал с ужасной болью. Я бы... Симптом такой, что... Ну, так как верно. Я вращу, что я стал казаться. Ну, хорошо, и мы откажемся. Где она? Он просто далеко сидит. А что он так далеко сидит? Она же хочет сохранить свой симптом. Села подальше. И все, а ты за нее просишь. Вот какая функция... Секундочку. Вот какая функция этого симптома? Что с мамой? Не знаю. У меня такие боли... Что с твоей мамой? Твои отношения с матерью? У меня отличные отношения с матерью. Спасибо. Я не буду тебя мамой. Если ты выбрала ее здесь мамой, то нафиг нам не надо. Ты тогда будешь во время этот симптом сохранять. И твои боли мы еще как обзовем? Да? Это... ВСД, да? Что там? Витососудистая дистония. Да? Не ставят диагноз? А, уступка. Витососудистая дистония. Нет, у меня такого нефтистка. Будет. Иди сюда. Садись. Ты еще не знаешь, как тебе... Да поди к врачам, а я тебя назову. Что ты знаешь? На сумку? Если ее украдут, то будет проехать. Да, согласно. Хорошо. Мы еще не расходимся, поэтому я с ним не знаю. Это влияние мужчины, или ты просто так... Рядом со мной. Черт, напрашиваюсь на комплимент, не ведется. Хорошо. Что хотите? Как делать? Я не знаю, как делать. А, пишите. Опять как? Что? Ну, как ты красавица. Есть еще кто-то? Нет? Слово. Есть еще кто-то. Есть еще кто-то. Ну, если у кого-то. То есть, она будет. Ну, говорите. Слово. Можно молчать. Хорошо. Не будем. Слово. Выбери, пожалуйста, я, чтобы долго не объяснять, выбери Аня, значит, симптом. Я покажу другой вариант. Ты не Аня, ты симптом. Все. А какой не надо? Вот люди пытаются еще там что-то, какое-то название. Вот все. Я просто другому объяснил. На самом деле человек становится и чувствует. Первое. Он чувствует состояние. И второе. Он начинает чувствовать пространство. Это... Здесь. Дальше. Почувствовал, где он чувствует, что. Я не знаю, как. Ну, я знаю, как чувствует. Ну, просто мы чувствуем, что. Вот вы, знаете, есть такое всегда ощущение, что что-то тут сзади. Тут что-то спит. Мы даже не знаем, да. А вот есть такое. Вот я доверяю вот этому физиологическому природному явлению здесь и сейчас чувствовать. Она обозначила пространство некую точку. Я ее никак не называю. Я просто обозначаю ее объектом. Наверху где? Нет, нет, нет. Ребята, у меня конкретно. Это... После... Тогда, когда вот ловится вот этот момент, да, вы не можете там повесить человека. Но вы можете создать некую проекцию. Не высказанная злость. А туда? Что здесь? Ямочки справа, чтобы не сверлили. Я не знаю делать, что с ямочками справа. И когда тебе ямочки справа сверли, что ты чувствуешь? Балдеешь, наслаждаешься, радость, удивление, агрессия, страх. Кто чувствует? Вот меня только чувства волнуют. Раздражение. Раздражение. Если бы у меня сверлило, все было в одном месте. А тебе страшно. А куда внимание? Куда? И когда сюда страшно, а сюда взросло. Интересно. А тут раздражение... Есть ли внимание? Сзади, сзади. К ней нет раздражения, сзади не раздражение. Сзади раздражение. Мы учтем вот эту ямочку. Есть прием каталитическая рука, она работает замечательно. Что произошло? Что? Хорошо. Что здесь? Хочется бояться еще больше. Хочется бояться еще. То есть страшно. А что такое за чувства? Хочется бояться еще больше, я не знаю. Хочется бояться еще больше. Хочешь срочать? То есть ты отходишь для того, чтобы продолжать бояться. Со страданием бояться. Что здесь? Что здесь? Рыщетчик. А у них все равно. Вот это соединение. Ты какой ребенок? В своей семье по счету. Нет, я не спорю. Хорошо. Есть еще? Кого больше любят? По-разному, по-разному казалось, что мама-папа лучше. Не казалось, а так и нет. А папа меня? Папа тебя. Да, ну, рассказывай. Отношения мамы и дедушки. Дедушка, 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 когда я ради вас, у меня еще жили вместе все. Спасибо. Мама жила с папой, с дедушкой. Когда ты была беременна, она была с тобой беременна, вы все жили вместе. Угрозу выкидываешь? Да. Смотрите, смотрите. То есть, он очень важен как защита. Причем, когда тебя что-то заставляет, у тебя что-то неприятно, он тебе должен обострять. Это избегание делать что-то. Это как у беременной женщины оправдание, что я могу чего-то делать. А папе пофиг, что мама была беременна. То есть, дедушке все равно, что дочь беременна. Надо быть. Ну, женщина, когда ей даже 40, это не повод болеть, да. Это просто горячая женщина. Если у мужчины 37,2, это он смертельный, то он по себе помнит. А у женщины 39, и почему он больше не готов к этому понятену. Смотрите, скажи, это между вами. И я ничего не знаю. Что здесь? Почему папа пришел жить в маме в семье? Жить не было в маме. Потому что бабушка мама убила. Папа на маму. Там папа, дедушка пил. Там мама, бабушка пила. Один ребенок остался, который пытается слинять отсюда. Скажи. Ты знаешь, что ты просто вечно беременная, как твоя мама. И тогда ты имеешь право уйти. Беременные как-то не должны им жить. Скажи. Спасибо. Я... Ты меня защищаешь. Благодаря тебе. Я чувствую себя в своем мире беременной. Я чувствую себя в своем мире. Какие люди, как разница. И я могу ничего не делать. Я могу ничего не делать. В женской сумке что-то найти быстро. Это я сам себе подпись делаю. Как здесь? Он очень радостный. В общем, вообще-то тебе надо выходить замуж и валить оттуда. Это единственный способ. Скажи. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Скажи. 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 Да. Мама была правда беременная. А я не беременная. Но хитрая-хитрая. Что самое. Спасибо. Спасибо. Очень медленно кланяйся, потому что позвоночник не очень прикольно, niewиднее такие, мешающие ды scrolling, а что нравится делать это оттуда. Я ничего молчу. Нет, ты кланяешься головой, когда очень больно будет, будет очень больно. надо делать начинай прижимать подбородок и продолжай прижимать подбородок спина сама можно расставить если вы будете это делать то очень прикольно если медленно сами для себя сделать это упражнение то очень прикольно поклон он как преклонение головой вот вы прижимаете подбородок руки не продолжаете вы ничего спину не трогать вы как бы начинаете сворачиваться в позу эмбриона если вы медленно медленно будете делать вы будете чувствовать если у вас проблемы с позвоночником где то то вы будете чувствовать напряжение в разных участках и даже будет появляться картинки и мысли ситуации которые вообще как бы не имеете отношения но они будут очень четко связаны с тем отделом позвоночника если ты будешь дальше 3 то ничего не поменяй но ты зато получила внимание и защиту как здесь безразличия вот завершение связи безразличия обратите внимание заместитель начинает зевать просто зевают это как раз неплохо и нехорошо это просто говорит о том что связь закончилась тогда все произошло так здесь но если вообще-то Дальше, если продолжать, то требовалось бы уже сейчас. Смотри, смотри, ну тут же симптом это фигня. Тут на самом деле вот проблема. На самом деле это симптом, это повод оставаться одной из лица. Вот сейчас вот одиночество и все. Поэтому в заказе никогда нет правды, а на совершенно другом месте. Давай, давай, давай. Почувствуй этот страх маме. Просто чувствуй, ты его помнишь, ты не знаешь, что с ним делать, он не твой. Чувствуй, что с ним делать, дышать. Страшно, когда тебя бьет мама другого, даже мужа. И папа ведет себя четко. И никому ты не нужна. Ты злишься? Да. Нет. Так, 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 так. Так, так, так. Смотри, смотри в глаза. Скажи, я тебя ненавидим. Ты потерял ненавидим? Нет. Как ты ненавидим? Я тебя ненавидим. Я тебя ненавидим. Да. Я, я тебя ненавидим. Нет. Не вернусь. Не вернусь. Продолжение следует... 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 Легко? Как симптом? Мамочка, я все самое тяжелое переживала с тобой. И я такая злая. И я такая злая. И я знаю, какая это была злая. И тебе нельзя было злиться. Но я злилась с тобой. Но я злилась с тобой. Ланечка, скажи, что ты меня не потерял. Я знаю, что ты меня не потерял. Или что ты меня не потерял. И жизнь в таком-то смысле. Это просто публика. Жизнь в таком-то смысле. И жизнь в таком-то смысле. Она просто мокрая и горячая. 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 Я не работаю. Я этим могу заниматься 24 часа в сутки. Потому что это все время... Я не знаю другого... Вы все уникальны. Нет одинаковых абсолютно систем. Вы не повторим. Если говорить о расстановках, то, наверное, на Украине мы начинали в 2001 году. У нас было всего трое. Это Ира Грибоедова, Слуганска, Лена, Калашник с Харькова и Янг в Запорожье. И я не устал от этого. Если говорить о том, что я... Количество расстановок там перевалено за десятки тысяч, я не знаю сколько. Потому что каждую субботу и воскресенье, практически каждую, я обратно к городам Украины и России. Вот Элиза приезла из Германии. И у нас есть совместный проект, где я буду... Если все сложилось, то уже, в принципе, оформится Лиза. И я буду показывать системное моделирование в Германии. Это не терапевтическая группа, это обучающие. Когда-то, когда я смотрел на работу Штефана Хаузнера, смотрел на работу Хантера Бомона, Кристины Эсса, Круни Баксы, тех людей, которые меня учили разному, Ян Якобстан в Голландии. Я все время... У меня мелькала такая мысль, что когда-то, наверное, я смогу чего-то показать и... Ну, в принципе, мысль мартириальная. И я просто хотел бы, чтобы... Наверное, в психологии останется расстановка семейная как направление. И там есть это место. Но... Мы когда на прошлом фестивале смотрели, был круглый стол, и мы смотрели, вот, куда ведут расстановки, был хороший такой творческий обмен идеями, и мы увидели, что есть разные направления. Системное моделирование — это будет как инструмент, как алгоритм. Если его применяет товарищ система семейной расстановки, она просто проходит быстрее. Мои друзья меня спрашивали, почему то, что мы делаем в полтора-два часа, ты делаешь за 10-15 минут. Потому что я не спрашиваю лишнее. Я не слушаю заместителей как рассказчик. Я вижу связь, состояние, алгоритм, смысл распаковки и изменений. Всё. Это всё быстро. Когда мы не думаем, система сама показывает нам всё. Но если мы думаем о чём-то и пытаемся это привнести туда, ну, это всегда тяжело. Поэтому это не работа. Это состояние. Но желательно перекуры делать и выпить чашечку кофе между... У меня на семинарах обеда нет, у меня паузы будет в течение 10-15 минут. Поэтому и люди не замечают, когда проходит 8 часов или больше. Потому что я обычно работаю до последнего. Самая, наверное, была тяжёлая работа. Это вот в Нижнем Новгороде группа была 46 человек за 2 дня. Но... Там, правда, было не до 6, чуть больше, до 8. Но поезд всё равно позже. В Крыму сейчас будет проект «Матрица перезагрузки». Это... Вот он 8 дней. И они оттуда выезжают. Это второй такой уже план. И 50 человек заезжает, и оттуда выезжают другие 50 человек. Потому что там техники построены на технологии, на системном моделировании, на распаковке смысла. Потому что очень важно, мы можем увидеть самые важные 3 вещи в модели. Что человек должен делать, что он может делать, как система. И что он не должен делать никогда. Вот самое интересное, что симптомы, это как раз чаще всего делать то, что я не должен делать никогда. Поэтому я нахожу такое оправдание, создаю себе симптом. Я не знаю, переводится ли это на немецкий, но я обычно говорю так. Я создаю себе некую хрень, приношусь к ней. Хрень не переводится. Сложно. Но меня уже первички предупредили, что некоторые мои системные анекдоты нельзя перевести на немецкий. Это везет не на мотивы. Я в этом плане шучу. У меня было две темы доклада на международном конгрессе. Первая тема была расстановки без заброса. Это как раз то, что появилось после 2007 года. Это уже термин, хотя бы разрешаем это делать. И я честно хвастаюсь тем, что мы первооткрыватели этого метода. То есть такого подхода. И вторая тема доклада была, используя ненормативные лексики для усиления эффекта системных решений. Мы сказали, что нужно будет перевести доклад в такой форме. Но иногда, вот понимаете, когда человека спрашиваешь, особенно когда группа психологов, да, и ты спрашиваешь, что ты чувствуешь? А вот мои взгляды, концепция на это с точки зрения их пошло. Я говорю, а что ты тут чувствуешь? А он как загнет еще хруст. Философский метод. И вот скажешь, что ты пошлешь его на 3-м. Раз, начинает чувствовать. Наверное. У него мозги прекращают. Итак, упражнение. Если кто-то хочет, кто-то хочет уходить, можете это сделать. Мы все равно еще после беда. У нас еще один будет. Будем продолжать там смотреть на вас уже, без всяких симптомов хотя бы. Ну, я не знаю, что еще будет, но будет. Итак, вам надо будет сейчас соединиться в тройку. И, подождите, подождите, бежать. Подождите, подождите. Подбежать. Да. Ну, можно, я на двоих стою, покажу. Струйте вы по очереди, втроем. Сначала один. Берете их в темную. В темную. Назначаете, ну, скрытую. Назначаете. Ты не Аня. Я тебя назначу. Ты не Вита. Я тебя назначу. Итак, вы одного человека назначаете собой, одного симптома. И, ваша задача, записать, что чувствует один объект, и что чувствует другой объект. Состояние и чувство по отношению друг к другу. Что за смысл? Какой смысл этого? Что здесь? Важно. У меня? У меня? Ну, стоит так. Кто-то не знает. Ага. У меня. У меня. У меня. Сама. Хорошо. Сюда. Когда я не селюсь, связь, потому что я получил вызвать. Здесь? Сюда. Крюш. 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 Я. Важно. То есть, смысл моего симптома. Каков смысл этого симптома? Распаковываем вместе. Вот здесь чувство важности, эмоция. Сюда как бы меньше внимания. А здесь хорошо, классно, такое вот приподнятое состояние. Тоже важно. А здесь я сюда не обращаю внимания, я вот такой важный. Нет, смысл, не надо. Вот скажите смысл в виде одной фразы. Зачем мне симптом? Очень просто. Я начинаю болеть именно тогда, когда я такого, блин, замечательного, классного. Берут и игнорируют. Ну, блин, ближай, я тут лучше. Когда я пытаюсь через симптом доказать, что я самый важный. я забыл. И как я это делал? Я, в принципе, не болею, но единственное, вот недавно у меня была температура по 39, в связи с рождением сына, я как-то стал замечать, и я, ну когда я заболел, вызвали скорую два раза, вокруг меня носились, ребенка не тролли, я был в центре внимания. Я, блин, жалко быстро. Но я знаю теперь, как я могу опять получить. Вот смысл, смысл, смысл моего симптома, мною нельзя пренапрегать. Я вообще могу при температуре 37,4 умереть, ну, безважности. Ну вот, вот это смысл моего симптома, это смысл связи. Я хотел бы, чтобы вы распаковали свой симптом. Я могу теперь, у меня есть несколько вариантов. Функция, функция должна быть выполнена. Но варианты выполнения функции не обязательно должны быть через симптомы. Это один из путей. Функция остается, если мы будем реализовывать это через что-то другое. Связь остается всегда. Связь можно переформатировать, связь можно сделать отдельнее, пассивнее. Но связи, они бесконечны. Количество связей, ваши возможности менять мир, они бесконечны. Это количество номеров мобильных симптомов. У кого-то их, а у кого-то одна связь. Мама, здравствуй. И так далее. Понятно? Я предлагаю вам сейчас посмотреть на свой симптом и попробовать вычислить смысл. Иногда вам трудно будет понять. Не переводите это на папа, мама. Смысл, он не важен, в папах или мамах. Понятно, да? Смысл это как реализация некой ценности для себя, некого убеждения. Я важный, и меня нельзя игнорировать. Если меня игнорируют, то я прибегаю к запрещенным приемам по поводу болезни. Ну вот, смысл моего симптома. Честно признался. Поэтому, когда я начинаю кашлять, я еще устал, спина болит, мне плохо. Это вот, пожалуйста, вот хоть по третей спине, погладьте, по голову. Хоть что-то сказать, ой, боже, как ты много работаешь. Никто так не может. И все. Ну, по-моему, ты, ну, долго же не прошу, я же не даже табелец. Вот, может быть, и у вас решение будет намного проще. Хотя у вас там некоторые говорят, что-то неизлечимое. Как голова? Голова нормальная. Еще один момент. Головная боль чаще всего, это не, я не помню, кто-то из немецких коллег предложил такой вариант. Не помню, что честно признаюсь, но очень благодарен. Это было на одном из семинаров в Москве, и кто-то из немецких коллег предложил такой вариант. Я с ним полностью согласен. Когда у вас болит голова, головная боль никогда не принадлежит вам. Вот, скажем, вот, состояние пробежа всегда не чувствуется на теле, вот в этом промежутке. А все, что в голове человек говорит, это все от лукавого. Так вот, когда болит голова, сядьте спокойно, расслабьтесь. Можете даже закрыть глаза, можете не закрывать. И скажите первое, что обычно начинаете с близких родственников. В родственнике самое страшное дело. Начинайте. Мама, это твоя головная боль. Ребята, вот если вы четко попадаете, обычно это ближайшие. Мамы, папы. Она так только хоп и растворяется. Если не попали, то расширяйте список. Иногда, нет, иногда от начальства, начальство. Виктор Федорович, это ваша головная боль. Я, наверное, высоко взял. Но это первый попавший. Это ваша головная боль. Мы все время, когда мы смотрим, там, скажем, выборы на Украине, в свое время, в президентский и так далее. Но мы всегда знаем, чем это закончится, поэтому моделирование позволяет это видеть. И я всегда эти назначения делаю в темную. Но как-то у нас в лаборатории, у нас люди обходят 15, 12, 20 человек разных. Практически, я не каких-то любопытных. И когда одного человека в темную, я назначал по номерам. Я записывал сначала, а потом назначал. И вот, одному человеку как-то так повезло, что его раз в две недели назначали разными номерами, но всегда это был Виктор Федорович. На второй раз, а я потом уже говорю, кто они были, когда уже все. На второй раз он сказал такую фразу. Васильевич, я тебя, конечно, уважаю, но ты меня больше Федоровичем не назначал. Я говорю, Женя, а почему? Ты знаешь, говорит, целую неделю вот хожу, ни одной мысли в голове. И все, мыслей нет. Я говорю, я его уже узнаю. Как только я встаю в системе, вот так злата надо идти. А мысли, что ты тут чувствуешь, что тут ничего не чувствуешь. Итак, заединили стройки, прочитали смысл собственных виртомов. Только не надо друзей и родственников, я прошу вас. Они вам всегда подскажут. Это кому интересует. Смысл симптома, как статьи, да и дракции. Симптом как раз показывает, что в мире что-то происходит. В окружающем. О! Все. Все остальные где-то погибли. Вот самое прикольное, что даже вот увидев, увидев, увидев эту связь, вам не надо ее воспроизводить неосознанно, вы прекращаете это делать как привычку, которую не замечали. А теперь даже когда у вас это происходит, о, о, значимость моя, о, да. Знаете, есть такое, когда вы понимаете, что это ваша значимость, вас все равно и так любят, просто вам надо внимание заморожить, может быть, вы перестанете это делать. Ну, по крайней мере, у меня так быстро происходит, как я только ловлю. Чего где-то меня не отметили. Внутри себя. Актер Туров, он рассказывал, как они на первое, на 9 мая в Волгограде, город и их трупа играла спектакль «Защита Сталинграда», «Битва за Сталинград». И вот последняя сцена, все первые секретари обкома, вторые, третьи, вся элита, это еще в советское время, праздничный спектакль, ну, такое событие. Последняя сцена, выносят смертельно раненого командира на плащ палатки, все бойцы рядом, его положили. Говорят, командир, какое последнее желание? Последнее желание, принесите в омской воды и спите. Ну, какой-то боец выбегает с каской, выбегает каску, придосит с водой, он выпивает, я говорю, «Теперь можно и дверить». И умирает. И все, на этом. Ну, а мы актеры, молодые такие, в массовках там, тут заслуженный актер умирает, все. Ну, и мне поручили, я выкажусь с этой каской, ну, налили туда полную бутылку. Ну, уже шли. Да, и вот приносим эту каску, он берет, и четко чувствуется заслуженный народ. Потому что не останавливается, не поморщится, ранен, смертельно. Он ее выливает, каска падает, все ждут, а сейчас скажут, теперь можно умирать. И вот тут он произносит совершенно другие слова, не под сценарием, он говорит, «Принесите еще». И все бойцы, бросив автоматы, разбежались со сцены в разную сторону, потому что водки больше нет, а командир умирать не хочет. Пауза уже затянулась. Уже, и тут он говорит другую фразу. «Наверное, не принесут». «Буду умирать так». Поэтому, когда вы смотрите на свой симптом, и смотрите, что вы реализуете, посмотрите на его и скажите, «Наверное, так меня и не...» «Буду жить». Вот единственное, что хотелось вам сказать. Симптом всегда реализует некую функцию. Но, если вы найдете область реализации этой функции, объекта реализации этой функции, не в окружающем пространстве, то симптом отпадает сам собой. Ну вот, такая идея.